Сьогодні мова піде про школи робототехники. Я знаю, що вони безкоштовні, відкриваються десь в області. Розповідайте, де і чому. Дітям, які учатся 8-10-12-15 років. Важаю, ти щось змінилося. Я дуже добре знаю шкільну програму, поскольку ми лидируєюча область по реконструкції школи, по внедрінню нової української школи, новий освітний простор і так далі. А тому ми дуже добре розумією, чому учить дітей. І ми дивились, що з однією, що образовання м'яється, з іншої, це та жа біологія, та жа хімія, та жа фізія, та жа історія. Але, якщо ви посмотрите программи американських школ, або европейських, там є предметы, яких немає у нас. Ну, перший предмет – критическое мышление. А второй предмет – принятие решений, теорія игр, робота в команде, лидерство, обучення предпринимателю. То есть те навыки, які ми потім добираємо, читая специалізовану литературу. Тільки проблема в тому, що коли дети наші... Кому нужно читать, не всем. ...кто понимає важність цього. Коли ребенок закінчивает 12-й клас і ходить в інститут, у нього починається веселая студенчаща життя, і йому немає не до книжек. Ну, мягко говоря. Поэтому ці книги ми починаємо читати вже всі в сознательному возраці. І потім читаємо і думаємо, ох, який був би більш умний, якби був би прочитав це зарані. І в жизненних ситуаціях дійсував би по-другому. Кроме того, мир меняється. Ще в 2007 році не було айфонів, і ми всі ходили з кнопочними телефонами. А зараз большинство жителів нашої планети пользуються смартфонами. Кроме того, огромное количество появляється запрограммуванних механізмів і огромное количество автоматичного труда, который заміняє людей. І школа робототехники – це внеклассне образование, на якому діти будуть учиться развивати себе інші способности, які в них не розвивають школи, і получать інші знання. То є це при обычних школах какие-то дополнительні занятия? Два варианта. Если це ми робимо в городах, в області, то обычно це какой-то дворец юношества і творчества, як правило, фінансувавий із бюджету, областного, із районного, але знаходящийся в такому печальному состоянию. Поэтому ми кожені постепенно реконструюємо. С другой стороны, ми відкрали, коли 7 школ, ми увидели то, що називається овербукинг, то є гораздо більше заявок, чим школи можуть вмістити. Каждая школа – це 7 груп по 18 чоловік. Ми розуміємо, що школи треба відкрати далі, і поскільки ми школи строимо і в ПГТ, і в сілах, то качество образування, кількість, 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 кількість в селі, або в ПГТ, не должно відвічатися від кількість в областному центрі, в Днепрі. Тому, допустим, ми 24 числа відкрали реконструювану Магдалиновську школу, там процентів 60 внутрінності вже готово, і діти зайдуть вже в нову школу учиться. І переходимо к следующому крылу. Це огромніше знання, також як в Солонянській школі, яку ми вже відкрали. Ми зарані там предусматриваем кабінет робототехники, і ми цей кабінет робототехники вже встраємо в саму школу. Тобто, якщо в ПГТ нет отдельного поміщення, там, Дворца юношества і творчества, то, значить, це буде розполагатися в цій школі. Наша цель, щоб кожен учений каждой школи при желанні мог в таку школу робототехники ходити. А що значить робототехники, що це понятие включає? Це оснащення спеціальне, що там є? Я представляю совершенно сказочных... В скафандрах там ніхто не ходить, с роботом Вертером там ніхто не знакомиться, а из прекрасного фільма... Ну, почему тогда не назовете компьютерным класом? Потому что там чуть більше, чем компьютерный клас. Понятно, что там есть компьютерная техника, там детей учат языкам программировання, простейшим, на которых вони можуть программувати механизмы. Кроме того, там є 3D-принтер. Ну, у нас 3D-принтер, ну, мягко говоря, не в каждой организации, в каждой компании есть. У нас в администрации, например, нет. А в робототехнике есть. Ну, там учителя будут что-то распечатывать, наверное. Я не думаю, что учителя будут распечатывать. Учителя будут с детьми распечатывать. Плюс мы накупили огромное количество механизмов, которые детям нужно собирать. Плюс отдельно купили им некоторое количество солнечных панелей, чтобы они на этих солнечных панелях могли что-то делать. И механизмы работали от энергии солнца. Плюс маленьких роботов, которых они будут собирать. И мы будем устраивать между ними соревнования, между этими школами робототехники. Кроме того, мы брали за основу действующую школу в Броварах, которую Филипп Духли открыл. Это частная школа, по сути. И мы сделали полную кальку с нее. Только Филипп этим занимается уже 2 года. Он набил все шишки, наступил на все грабли. Поэтому мы, когда вычищали школьную программу для своих школ робототехники, мы уже брали его опыт. Он к нам приезжает в конце месяца и проедет, как один из участников этого проекта, и посмотрит все школы. Кроме того, мы когда искали преподавателей, мы исходили из того, что нам не важно, есть ли у преподавателя техническое образование или нет. Нам важно, горят у него глаза или нет. Если горят, мы готовы были его научить. Преподаватели летом учились в этой школе в Броварах. Кроме того, каждая такая школа станет местом обучения следующих преподавателей. То есть мы обучили в Броварах 7 школ. В каждой школе несколько преподавателей. Значит, каждая школа должна тоже обучить, преподавать для следующих семи школ. А несколько это сколько? Один, два, три? От трех до шести, но на самом деле бюджет, он такой очень, знаете, у нас история очень запутанная вообще в государстве в принципе, потому что, наверное, считанные единицы людей в стране понимают его там до молекул. А с учетом того, что, допустим, в области у нас 256 бюджетов всех уровней, то мало людей, которые там понимают каждую копейку. И если покопаться в бюджете, то эти все дворцы юношества творчества, они уже финансировались. Просто вопрос то, что финансируя их, государство на выходе не получало ничего. Это была просто зарплата учителей, которые приходили, какие-то дети приходили, но в то состояние, в котором эти помещения находились, там нечему учиться. Это ничего не поменялось там с 1986 года. А сейчас дети туда будут приходить. Кроме того, мы видим, что начинается конкуренция у преподавателей. Кроме того, мы видим интерес других населенных пунктов, которые нам звонят, пишут и говорят, где обучиться, как эту школу открыть у себя. Поэтому мы хотим, чтобы таких школ робототехники было больше. А вот если вы вспомните, чем славен Днепр и Днепропетровская область, то первое, что приходит на ум, это Южмаш. А вот мы хотим, чтобы космос развивался в Днепре, но для того, чтобы он развивался, здесь должны быть специалисты. Для того, чтобы были специалисты, детей надо готовить со школы, чтобы они попадали на практику в компании, в ту же ноосферу, на тот же Южмаш, чтобы они попадали на тот же Интерпайп, который Роботофесс проводил на прошлых выходных, чтобы они дальше попадали в профильные вузы, потом оставались жить и работать здесь и становились специалистами наших днепровских компаний. Я вот о качестве все равно вернусь. Вот те несколько преподавателей, которых вы обучили уже, они приезжают в эти школы, читают занятия или они живущие? Они живущие там, мы отбирали в каждом городе, мы отбирали тех, которые существовали в этих дворцах, кроме того, мы отбирали тех, которые готовы были туда перейти на работу. И по сути мы вдохнули новую жизнь в них и в то, чему они учат детей. И мы видим, что они этому довольны, потому что долгое время им никто не уделял внимания. Оно все как-то там было на периферии сознания, что-то там где-то происходит, все знали, что оно есть, но никто не занимался. А сейчас мы поняли, что государство может за государственный счет создавать такие бесплатные школы для учащихся, и они действительно пользуются интересом. Потому что мы когда открыли регистрацию, мы там 1 сентября ее открыли, к 4 сентября уже все места были заполнены. А кто эти дети? Они по конкурсу туда поступают? Нет, просто... Только по желанию, поучивая. Вот кто первый, кто пожелал? Только по желанию, да, кто пожелал. Родители интересовались, кто-то где-то услышал, кто-то в выпуске новостей, кто-то на фейсбуке прочитал и все. Но мы понимаем, что, допустим, для Никополя, там, условного, одна школа мало, там должно быть 3-4. То есть вот наша задача в следующем году открывать их больше, чтобы все желающие туда могли ходить. А возраст детей любой? От 7 до 16 лет, поскольку там 8 групп, то они бьются по возрастам, плюс в каждой школе есть расписание, дети сами выбирают, на какие занятия им ходить, и им преподаватели подсказывают. Плюс преподаватели понимают, что у каждого ребенка может быть разный интерес к кому-то программированию, кому-то что-то там паять своими руками, у кого-то что-то создавать и так далее. Поэтому они детей будут тасовать между группами, и чтобы ребенок получал именно те знания, которые у него получается применять на практике. А вот те 7 школ, которые вы открыли, они работают с начала года или они работали раньше? Нет, мы их построили, они запустили с 1 сентября в существующих помещениях, которые как-то там работали и чему-то там, наверное, учили. Но если вы возьмете две фотографии, как было, как стало, это, ну, наверное, там Запорожец и Мерседес. Вот самое там близкое сравнение, но даже оно не передает. То есть там не было оборудования, здесь есть, там не было ремонта, здесь есть, там были протекающие крыши, дырявые окна, здесь уже все отремонтировано, там включаются музлы и так далее. Но результатов самого учебного процесса пока еще нет, пока мы их увидите. Расспросить о них не можем. Пока из того, что мы видим, немного шалевшие глаза детей, которые видят многие вещи там впервые. И, ну, там, представьте, желтые воды, да, вот мы сейчас там реконструируем школу НВК-6, а если вы там возле нее встанете, вы увидите вот серый город, и тут НЛО прилетело, яркое, красочное, и внутри все современное, энергоэффективное. А тут еще детям в этом же году, помимо школы, там, центральной в городе, тысячки, да, там, где больше тысячи учащихся, еще открывают школу робототехники. То есть у детей не возникает вопроса, куда им пойти после школы. То есть это первое. Второе, да, мы понимаем, что, конечно, все дети умные, все научились Ютубом пользоваться планшетами с детства, и все могут там знания там черпать. Но самообразование, это же от усидчивости, зависит и от самоконтроля человека, да, а маленький там ребенок не может себя контролировать так, как взрослый. Поэтому очень важно, чтобы это проходило в неком коллективе таких же детей и при обучении преподавателями. Ну, мы сегодня заканчиваем. Что дальше? Какие планы вот в этой теме? В робототехнике? Да. До конца года, я думаю, что минимум одну школу мы еще откроем, это в Магдалиновке. Мы сейчас посмотрим, где мы успеваем по темпам реконструкции. И к первому сентября следующего года будем открывать следующие. Здесь мы подвязаны не столько под финансирование, мы финансирование найдем под это благое дело, мы здесь подвязаны под скорость обучения преподавателей. Там, где мы будем видеть, что преподаватели есть, мы будем такие школы открывать. Очень хочется услышать о результатах от самих участников процесса. Спасибо за визит в студию, к нам будем следить за этой темой. Приходите.